В прошлом году узбекская государственная компания Уз Автосенат попыталась вернуть на российский рынок автомобили Равон, которые представляют собой выпускаемые в Узбекистане по лицензии модели Шевроле. Мы побывали на презентации трех бюджетников R2, R3 и R4, однако фактические продажи, вероятно, так и не начались. Ведущая статистику российского рынка Ассоциация Европейского Бизнеса по итогам года насчитала ноль проданных Равонов, а от самой узбекской компании мы ответа пока не получили. Однако уже в ближайшие месяцы это будет неважно, потому что концерн General Motors разрешил узбекам выпущенные автомобили экспортировать в Россию, Белоруссию и Казахстан под маркой Шевроле. А это значит, что компактный Равон R2 вновь будет называться Шевроле Спарк. Седан Равон Нексия R3 получит наименование Шевроле Нексия, а более крупный Равон Р4 вновь станет Хобальтом. Напомним, что сам GM еще в 2015 году сократил гамму Шевроле на российском рынке. В итоге нас покинуло семейство Круз и другие бестселлеры. Сейчас американский бренд предлагает в России всего 4 модели. Это большой кроссовер Треверс, внедорожник Таха, купе Камара, а также тольяттинскую Шевроле Ниву. В итоге дистрибьютор Уз Ауто Моторс будет поставлять автомобили узбекской сборки, а под контролем представительства General Motors России останутся американские модели. Кроме того, новый дистрибьютор обещает расширение линейки моделей. По одной из версий, скоро в Узбекистане наладят сборку недорогих, но современных седанов Шевроле Оникс. Редактор субтитров А.Семкин